некоторые люди боятся не доверяют либо просто не любят гибриды поэтому специально для вас мой показан вариант который можно приобрести с аукционов японии на обычном бензиновом двигатель сегодня поговорим о кроссоверах я покажу вам два самых популярных не гибридных кроссовера которые мы привозим с аукционов японии это nissan x-trail тридцать втором кузове и subaru forester с джей 5 2016 год обе автомобили начнем допустим форестера до 2016 года у нас автомобиль не самой простой комплектации да это у нас идет limited у него линзы и диодная подсветка рестайл версия до рестайл можно было приобрести года 14 ощутимая разница по цене но технически вы получаете практически то же самое есть версии с круговым обзором есть версии с рожками да со всякими разными штуками в общем практически на любого пользователя можно подобрать автомобиль себе я имею ввиду учитывая визуал тоже не самая жирная комплектация у нас был обзор где у нас был мод premiere x-trail на весиках на 20 дисках просто ласточка здесь самая простая комплектация него даже не пуш старт открывать с ключом но тем не менее общие черты сохраняются до в 32 кузове и строил стал намного симпатичнее по задней части тоже зависимости комплектации у вас будет либо диоды может там быть удлиненный спойлер обвесики друзья немаловажная характеристика для кроссовера это клиренс у subaru forester 220 миллиметров заявлено это реально сейчас самый высокий кроссовер по моему из тех которые мы возили у nissan x-trail в это время 195 опять же можно оставить резину побольше можно поднимать и так далее если интересует все-таки реальная высота до от переднего бампера до земли то у x-trail а получается у нас 26 сантиметров а у форика такой важный параметр который вам даст запас у форика 30 мотор fb посмотрите какой красивый просто машина прошла предпродажку в японии специально взял аукционик 30 тысяч двести тридцать два километра пробег у этого автомобиля четыре с половиной оценка от машины можно сказать в идеал очки просто красотка мотор fb20 148 лошадиных сил объем 2 литра трансмиссия вариатор полный привод что я могу сказать о вот этом автомобиле это у нас nissan x-trail мотор mr20 dd 147 лошадиных сил полный привод трансмиссия вариатор не гибридная версия на гибридной версии у вас остается тот же самый мотор плюс еще к нему 30 киловаттная силовая установка то есть они не душат мотор мозгами да как это делает toyota honda и так далее вот как было 147 лошадей так у вас и остается поэтому у вас гибридная версия прям ну ощутимо будет резвее на старте по экономии честно я не замерял но ощутимо должно быть равно 30 киловатт салон x-trail а стиленький дизайн отбросим разницу в комплектациях да у нас самая бедная версия которая даже вот так вот заводится поняли ключом которую он даже не досталось ключа который кнопочка и открывает но тем не менее берем общие черты до дизайн салона мне очень нравится nissan стал реально богаче выглядеть чем в тридцать первом кузове по опциям здесь у нас практически ничего нету полный привод включается с кнопки блокировка система спуска у нас нету камер айсайт которые идут на форестере есть система авто стопа да и длинстоп обычные крутилки да на более жирных комплектациях у вас идут кнопочки куча бардачков куча кнопочек удобная боковая поддержка салон прям ну реально кайфовый для своей функции машина идеально пойдем посмотрим что за по задней части все идеалочка у нас сидишь свободно ехать комфортно можно втроем вдвоем четвером пятером семером но нет но втроем задней сидушки будет нормально комфортно почти по моему или даже на всех комплектациях у нас идет кожа чего-то выдалившегося тоже здесь нету но и не для того эта машина это для того чтобы сел компанию набил пиваса загрузил багажник угля там я имею ввиду там мясо не пиваса конечно и поехал ребята по багажнику есть такой нюанс много очень будет много будет желающих которые будут вот так вот делать а не надо так делать потому что вот здесь на самом деле кнопочка реально смысле я думал хохмай нет все подряд кто подходит открывать багажник next rail дергают вон там нижно дергать запомните в топовых версиях есть у нас электропривод багажника вот здесь будет кнопочка будет открываться закрываться классная удобная штука напоминаем сегодня у нас не гибридный x-trail поэтому у нас багажник здесь однозначно побольше гибридных идет здесь полка вот такая вот и нет запаски по моему зато здесь есть вот даже в прошлом поколении вот эти рундучки как бы классно да их можно сделать вот сюда засунуть столом но когда вы едете с пустым багажником вот этот вся фигня начинает вот так на себя вести но такое сомнительное либо постоянно что-то тяжелое надо возить багажнике что вот это вот избежать либо их убирать куда я не знаю уберете уже получается здесь пропасть вот значит полноразмерное запасное колесо у нас стоит домкратики всякие штучки все как всех вот смотрите раскладываем и сидушки не особенно то конечно удобные здесь раскладывать сейчас дойдем до собора объясню почему пожалуйста надули матрас вот нам бы еще панорамную крышу нас люком который открывается все разложились легли спать говорят чего несет этот бородач у него ростом 163 сантиметра во-первых 178 помнишь 177 но специально для вас статистика в цифрах да ну матрас может дадут примерно вот он допустим до конца сидушек у нас от 2 150 сантиметров но можно же еще туда продолжить чуть-чуть поэтому сантиметров на 170 вы можете рассчитывать вот на самом деле ощущается это все намного попроще потому что матрас поднимается сидушки задние спорции можно еще там а можно еще спинки передних сидушек разложить короче 170 сантиметров длина у нас разложенного сидения будем брать прямо по факту да не будем преувеличивать пойдем посмотрим что у нас субарики как-то клиент приходил забирать автомобиль говорит слушайте почему у меня крюк в бампер кручен выгодит кого-то на нем вытаскивали там гоняли джип триал тоже был машина какой-то не знаю фори кроссовер не помню outlander по моему так вот объясняю сразу автомобиль когда заезжает на судно он закрепляется и крепит его не за колеса там и когда-то а крепит за буксировочные крюки так что не переживайте это лишь для того чтобы ваша машина не каталась по судно вперед-назад когда идет фрахт с японии вот о чем я и говорил смотрите сразу же бросается в глаза то что здесь у нас там много чище даже подкапотка у фарика ну конкретно в данном случае намного поприятнее потому что в японии все-таки машина прошла предпродаж также есть у нас полноразмерное колесо запасное не знаю почему говорят полноразмерное что они по размеру это банан обычный но тем не менее он есть смотрите какая классная штука щелк щелк да вот это уровень вот это subaru молодцы удивили на самом деле раньше subaru никогда салонами и всякими технологиями не славилась так смотрим что у нас по сиденьям также ровный подкладывается но какой-то неровно честно я бы сказал куда не очень ровный пол но тем не менее ровный да чуть-чуть у вас будет голова выше чем ноги но также должно быть правильно наверное subaru же так я думаю расценивали так 170 у нас было вниз они 170 у нас было вниз они если мы делали вот так правильно да а если мы делаем до конца то было 150 также как и в subaru поэтому что кто одинаково одинаково друзья спать можно и в той машине и в той поэтому если у вас примеру завалялся где-то x-trail и subaru вы думаете на чем же лучше поехать на природу где спать то будет поудобнее на чем ходить на том эти одинаково быть 100 проц проверено слушайте вот преимущество нашел в салоне на задней спинке можно регулировать угол сидения пассажиров хотите причилить прилегли напряженной у вас поездка в гоночный режим сели пассажирский гоночный режим слышали таком я могу сказать классно выглядит стильно здесь у нас жирная комплектация у нас комбинированный салон вот такой кстати говоря штучку нашел не во всех машинах есть думал что за дырки сделать оказывается это для детских а мне вот сестренка можно сказать показала у нее есть детское кресло такое знаете как называется плюмбус как-то называется плюмбус не на такая штука короче вот такая подушка и она прям у него две такие вилки она вот сюда в эти дырочки щелк не вцепляется не надо ничего там хомутать пристегивать ремнями там наматывать вот эту гору щелкнули все у вас ребенок никуда не денется с двух сторон здесь такая штука есть вот всегда говорил что у x-trail а салон ну прям прикольные симпатичные но не знаю либо это контраст по комплектации мне сейчас так бьет по глаза либо здесь реально все на уровне посмотрите на руль кожаный с вот такими вот ставочками полный мультируль контроль всего короче говоря здесь есть круиз-контроль адаптивный до контроль полосы предотвращения столкновений система айсайт реально выглядит стильно вот прошлый кузов который саш реально был как на стиральная машинка до 3 крутилки и все вообще ничего нету здесь добавили вот этот карбоновые вставочки кожаные прострочки удобный подлокотничек со всякими отделениями штуками тут еще usb входы-выходы все из кожи центральный монитор на котором отображается вообще вся информация по вашей поездке я бы уже если выбирал из этих двух автомобилей уже бы решение принял основываясь даже на том что мы уже знаем про эти машины ребят давайте прокатимся на форике очень прям хочется промчаться в таком салончике преимущество этого автомобиля то что на любой скорости практически можно свернуть просто с дороги и мчаться по внедорожью держит абсолютно уверенно все укабы все почечки машина проходит но я вам заведомо скажу что в x-trail будет это все ощущаться помягче нет никаких стуков посторонних вибраций дорогу держит точно также уверенно мощности ему хватает сели поехали все по кайфу ощущение от управления x-trail сразу скажу что машина идет намного мягче чем subaru ну прям как будто плывет над этим самым по шумоизоляции примерно то же самое несмотря на то что комплектация у нас разная ну прям вот для поперщенной местности на x-trail и будет комфортнее ехать мне кажется на любом все-таки это особенность subaru sky ходовки да у него получше будет проходимость это мы тоже уже проверяли но по комфорту все-таки x-trail будет ну поприятнее помягче не будет вот такой вот табуретости все остальное абсолютно идентичная мощности хватает если вы все-таки не любите гибрид берите берите двухлитровую полноприводную версию потому что на самом деле переднеприводный x-trail я вообще ну не очень представляю зачем он нужен то есть если вы берете переднеприводный кроссовер но вы можете взять просто седан уже покучерявей да потому что кроссовер должен быть выдох subaru forester самый старт за проходные года я имею ввиду конец пятнадцатого шестнадцатый начало семнадцатого но миллион триста миллион триста миллион может быть 250 это за машину с большим пробегом со средней оценочкой это двухлитровая версия на полном приводе других потому что не бывает они все на полном приводе я имею ввиду не турбовая 148 лошадиных сил если хотите turbo хотите ощущать эмоции до от управления таким автомобилем что у вас все 208 лошадиных сил они 241 как в россии вжимали в сидушку но готовьте от полутора миллиона самый старт и вверх-вверх зависимости от состояния и комплектации но точно такую же машину можно взять до рестайловой года тринадцатого четырнадцатого техническая база та же самая чуть чуть вы визуале потеряете а кому-то может быть даже больше нравится до рестайловая в общем старт на них от миллиона пятидесяти тысяч рублей получите тринадцатого года вот такой же красавчик ребята nissan x-trail проходные года самая бюджетная версия это 2 литра передний привод не гибрид миллион сто тысяч рублей можно привести если хотите полный привод миллион двести миллион двести пятьдесят на старте для такого автомобиля если не брать совсем утильки ну и самая популярная версия гибрид полный привод миллион двести пятьдесят старт миллион триста миллион пятьсот дальше все зависимости от комплектации в гору но не забываем что эту машину можно привести непроходную также года 13-14 от миллион рублей миллион пятьдесят можно рассматривать вот таких красавчиков по визуалу вы особо ничего не потеряете только психологический ваш барьер у машины старше пяти лет нельзя брать да можно брать ребята берите небольшим пробегом берите хаят самое главное с честным пробегом и будете уверены что машина вас не разочарует поэтому ребята мораль цей басни такого для каждого клиента найдет свой автомобиль на рынке японии также смотрите наш канал подписывайтесь есть еще не подписаны ставьте лайки обязательно пишите комментарии ну и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт выборе качественного автомобиля